здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами будем дегустировать вино из сорта галант не показываю как я наливаю из бутылки потому что в бутылке даже не разливала вино скажем так довольно юная хотя у нас уже случился новый год уже такие вина считаются без срока выдержки вино урожая уже прошлого года но в бутылке я не разливала не так давно она закончила брожение было снято с осадка и мы начинаем его пробовать но конечно прежде чем дегустировать стоит сказать немножко о технологии по которой она была сделана технологий винных на самом деле много и для галанта в этом году я пробовала в прошлом карбоническую мацерацию что такое карбоническая мацерация это брожение целыми ягодами вот некоторое время бродила целыми ягодами потом мы его отрисовали потом она завершала брожение при очень низких температурах буквально 5-6 градусов бродила долго потом уже отбродила было снято с осадка и и вот собственно говоря теперь мы его будем пробовать первое о чем конечно следует сказать это о цвете сейчас мы посмотрим его так плохо видно на белой салфеточке а вот смотрите что интересно глант сорт темный это раз во вторых даже в рефрактометре у нас немножечко сок такой розовенький тем не менее смотрите вино она я бы сказала не совсем красная она темно-розовая вот тут не так уж мало и налито в бокал чуть-чуть камера дает желтоватые оттенки вот но но такое темно-розовое вполне вероятно что это из-за примененной технологии у меня этот цвет абсолютно не смущает в общем-то он мне даже нравится когда я снимала его с осадка ночью было такое слегка мутноватое то есть осветляется мы все-таки долговато вот немножко еще мутновато здесь уже вы видели полностью прозрачным прошло где-то недельки две в небольших бутылях бутылках она стояла поэтому довольно быстро осветлилась сама вот я сейчас с вами сижу у меня эти куслинки потому что запах просто невероятны это леденцы такие фруктовые леденцы такие вот стекляшки это легкая цитрусовая нотка это как мне кажется нотка арбуза в общем такой фруктовый взрыв вот один запах он тут по всей кухне у меня царит и если сейчас кто-то зашел то это было бы слышно это же все сохраняется во вкусе да он не такой мощный как запах но тем не менее все вот эти фруктовые нотки они есть и что интересно когда я сняла галант с осадкой я выставила уже на балкон чтоб она охлаждалась и потом когда пробовали небольшую партию холодного я была вообще в таком разочаровании потому что запах есть вкуса нет совсем нет как так куда что ушло но стол ему постоять и подогреться и вкус появился вот этот яркий фруктовый насыщенный вкус но что еще хочется сказать что вино имеет такую определенную плотность и я бы даже сказала текучесть вот оно такое обволакивающее наверное это то что называют округлым вином но то по бокалу видно такие красивые ножки хотя хотя вам не так видно к сожалению а бывает он бокал постоит и прям такая вот сетка такая плотная очень вот из этих ножек вот к сожалению не могу вам на камеру показать это надо на на каком-то фоне поверите на то я очень плотные ножки по спиртуозности честно говоря я вам не назову конкретную цифру потому что напомню карбоническая мацерат соображение целыми ягодами и установить точный уровень сахаристости там невозможно от 20 до 22 я некоторые ягодки измеряла приму примерно вот так соответственно итоговый спирт примерно 11 12 процентов спирт чувствуется но не во рту а вот здесь выпиваешь глоточек и там становится так приятно приятно тепло я вообще очень восприимчива к спирту вине я не люблю спиртуозные вина и как только там вот начинается во вкусе чувствуется нотка спирта все мне не нравится вот здесь этого не чувствуется при этом вино плотное фруктовое такое обволакивающее и согревающее вот здесь не во рту конечно же долгое приятное послевкусие хорошая кислотность кстати недавно в одном из даже наверное не в одном из роликов про вино я услышала такую интересную вещь что кислотность это не ощущение кислоты а то сколько слюны у нас выделяется когда мы сделали глоток так вот здесь слюны выделяется много при этом вкус нас настолько гармоничного глоточек выпил и хочется еще и еще и еще удивительный вкус удивительное вино к сожалению к превеликому его получилось в этом сезоне по определенным причинам очень мало и это было не просто микро виноделий а супер микро виноделий всего лишь два с половиной литра но но она она того стоило чтобы попробовать как это все получится более того вот это вино это то что можно и нужно пить молодым конечно я его выдерживать не буду но во первых малое количество и я считаю что вот вот когда она такой вкусная вот его надо выпить именно в таком вкусном состоянии и всем этим насладиться не надо откладывать на потом возможно конечно но и выдержки побудет но голланд сург мускатный и в принципе мускатные сорта не выдержку не любят они любят молодое состояние и и хорошо выпивать молодом состоянии и когда у нас нет возможности выдерживать когда нет выдержки у нас то вот это очень хороший вариант как в плане технологии так и в плане вкусовым не могу сказать что было бы в другой технологии хотя в прошлом году я пробовала в игре сна в пятнате но не такое вкусное получилось конечно это было год назад тем не менее вот это вино меня просто потрясло вкусом ароматикой всем остальным при желании я даже думаю что можно чуть-чуть оставлять сахара та же сахаристость галанта она позволяет делать вина с остаточным сахаром вот можно немножко сахара оставлять стабилизировать все это получится прекрасную полусухое вино потрясающее полусухое вино даже вот в сухом состоянии оно невероятно вкусное и честно говоря для меня это такое открытие когда я попробовала наносилась вот так вот какое чудо у меня получилось потому что это это действительно чудо это потрясающий вкус сложно сложно это описать словами это конечно же нужно пробовать ну пару слов о самом сорте сорт достаточно неприхотливы раннего срока созревания в моих условиях даже вот в этом году в прошлом с учетом затяжной весны с учетом такой достаточно плохой осени я бы сняла наверное в первой неделе сентября вот так вот и в этот момент уже был сахар в 20-22 может набирать чуть больше фенольная зрелость уже тоже была также вот по прошлому сезону могу сказать что галант из тех сортов у которых сахар слабо размывается и при этом очень быстро восстанавливается в плане сахаронакопления сорт потрясающий вот те кто хочет сладенькое не надо добавлять сахар берем высокосахаристые сорта и потом просто можно будет останавливать брожение на определенном этапе хватит там и для всего и для нормальной спиртозности и для того чтобы вам оставить немножко сладенького при этом вы еще получаете потрясающую ароматику а так по болезням он достаточно устойчив повторю сроки созревания ранние такой сорт в принципе достаточно легкий в уходе и потрясающе вкусные вини на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты и до новых встреч 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 до новых встреч